Более 200 жителей Ненецкого округа приняли участие в массовом легкоатлетическом забеге, приуроченном ко Дню Победы. Ровно в полдень напротив спорткомплекса «Лидер» был дан старт для всех желающих принять участие в мероприятии. Возраст спортсменов не ограничивался. Массовый легкоатлетический забег ко Дню Победы проходит в Ненецком округе с 2007 года и уже вошел в традицию. Участие в нем принимают взрослые и дети. Вне зависимости от спортивной подготовки, строгих возрастных ограничений тоже нет. Главное, как говорится, желание. Бегала, занималась всякими упражнениями. А что главное, как ты считаешь, чтобы быстро бежать? Что нужно? Ну, надо, наверное, мышцы иметь, силу, воли. Мы тренировались, каждый день бегали. Мы в спортзал ходим. Мы ходим в спортзал, там занимаемся бадминтоном и бегаем просто для себя. Рекордов я ставить не собираюсь, но уверен на 100%, что где-нибудь в серединке я эти три километра пробегу. Просто интересно. Для детей дистанция составляет 1 километр 600 метров, для взрослых 2 километра 300 метров. Бывалые легкоатлеты уже знают некоторые хитрости, чтобы прийти к финишу в тройке лидеров. Можно подстроиться человеком, который бережит впереди и бежать в ногу с ним, и так будет легче. Получается, он тебя как тащит, вот так сказать. Ну а так, просто, не знаю, готовится. Старт массовому забегу был дан ровно в полдень. Маршрут традиционно проходил по центральным улицам города. Все идет по стандартной схеме. Регистрация у нас началась в 10.30, закончится в 11.45, за 15 минут до забега. В этом году единственное, мы немножко разделили группы. Сейчас они не будут бежать одним массовым стартом. То есть они будут разделены сначала, побегут 10 лет и младше мальчики и девочки. И через каждые две минуты будет разделен возраст. Победу среди самых юных участников одержал Тимофей Чуклин и Ольга Рогозина. Тимофей финишировал самым первым. Ну не очень сложно, потому что много тренировался на скорость, на тренировках бегали. Среди атлетов старше 18 лет первые места заняли Егор Евтысый и Яна Осичева. Я не знаю даже, повезло, наверное. Повезло, да. Ну все, наверное. А какие-то сложности были во время прохождения транса? Сложности была одна, только сильный ветер на встречу по Первой Майской и все. Среди подростков в возрастных группах 11, 14 и 15, 17 лет, соответственно, лучшими стали Эрик Акопян и Яна Сумарокова, Владимир Рочев и Карина Чепсанова. По словам атлетов, дистанция не была сложной, а погода не самой плохой. Для меня это короткая дистанция, мне тяжело, они даются. У меня максимальная дистанция 20-30 километров, поэтому здесь надо выкладываться на полный рывками, силой. Победители пробега получили заслуженные награды, а все участники – сладкие призы. Организаторами мероприятия выступили окружной департамент образования, культуры и спорта и спортивная школа Олимпийского резерва труд. Организаторами мероприятия